Всем привет! На обзоре HP Laser 107. В этом видео будем прошивать этот принтер. Аппарат ругается на тонер, горит индикация, замените картридж. Если в будущем мы хотим заправлять свой родной картридж или пользоваться совместимкой, аппарат необходимо прошить. Чтобы отучить его от чипа. Именно в чипе хранится вся информация и именно он блокирует работу. Первым делом для получения прошивки необходимо выдернуть из аппарата кое-какие данные. Для этого нажимаем и удерживаем красный крестик, пока не замигает индикатор питания. Одна страничка есть, здесь нас интересует серийный номер аппарата и версия прошивки. Также распечатаем вторую страницу. Для этого опять-таки удерживаем крест. Индикатор питания сначала мигает медленно, затем быстро. И в этот момент отпускаем кнопку. Печатается второй отчет. Здесь также можно посмотреть серийный номер аппарата. И нас интересует серийный номер чипа, он же КРУ. Все необходимые данные для прошивки есть, где же взять саму прошивку. Бесплатного ничего не бывает, стоимость прошивки 500 рублей. Обращаться можно по адресу щепневтима.собачка.жмейл.ком Туда же присылать все данные. Ну а теперь инструкция, как же прошивать аппарат. Изначально принтер должен быть выключен. Обязательно быть подключен по USB, никаких Wi-Fi. Теперь нажимаем и удерживаем красный крестик. И также нажимаем и удерживаем на пару секунд кнопку питания. Вот так. По индикации все три индикатора должны гореть. Если же на компе или на ноуте включен звук, в динамиках должно булькнуть. Заказали, получили прошивку. Распаковываем архив. И перетаскиваем мышкой один файлик на другой. Пошел процесс загрузки. На принтере в это время моргает индикатор внимания. Идет процесс загрузки. Во время загрузки очень важно не выключать аппарат из сети, не выдергивать USB-шнур. Когда процесс загрузки завершен, принтер перезагрузится автоматически. Аппарат выходит в готовность. Единственный момент – продолжает гореть индикатор тонера. Это не беда, на это не обращаем внимания, потому что работать уже можно. Буквально при распечатке одного листа индикатор гаснет. Продолжение следует... По отчету теперь аппарат всегда будет показывать 100% тонера. Собственно, для этого прошивку-то мы и делали. Было 0, стало 100%. Теперь можно свободно заправлять свой картридж или пользоваться совместивкой. После прошивки чип уже не нужен. Как видите, все просто. Кому нужна прошивка, обращайтесь. Почта в описании видео. Спасибо за внимание. Пока-пока. Привет! Если ты впервые на моем канале, тебе помогло и понравилось видео, не стесняйся, подписывайся, жми палец вверх, жми колокольчик, и тогда ты будешь первым видеть все новые выпуски, потому что впереди у нас много нового и много интересного. Продолжение следует...